В прямом эфире студия репортер с Дмитрием Богомоловым. Новым президентом Одесской областной федерации баскетбола стал Алексей Диберт. Сегодня Алексей Анатольевич у нас в студии. Здравствуйте. Мы поздравляем вас с новой должностью. Расскажите, на каком этапе развития находился баскетбол в нашем городе и области до вашего назначения. Мы знаем, что вы уже в этой структуре состоите давно и какая программа ваша развития этого вида спорта. Одесская областная федерация баскетбола является общественной организацией, которая объединяет вокруг себя всех любителей баскетбола, те организации, которые занимаются развитием баскетбола. И ее основной задачей является развитие и популяризация баскетбола в нашем регионе. В Одесской области есть 16 спортивных школ, в отделениях которых культивируется баскетбол. Это кроме города Одессы. В Одессе есть с дюшерами Борисовича Литвака, есть детские клубы, которые это Дюк Одесса, бывший баскетбольный клуб Одессы, они под ними были. Есть в области баскетбольный клуб химик, который активно развивает баскетбол. Что касается других центров баскетбола, я уже сказал, да, центр баскетбола это Одесса, это Южный. В Измаиле активно развивается баскетбол, на севере области, в Балтии развивается баскетбол. Хотелось бы отметить, что у нас ежегодно проводятся первенства области по баскетболу среди детско-юношеских команд. В этом году мы уже несколько лет проводим эти первенства в сентябре, в начале октября месяца. Почему? Потому что мы определяем на этих первенствах сильнейшие команды Одесской области, которые потом заявляются от области во всеукраинской юношеской баскетбольной лиге. В этом году мы проводили соревнования по шести возрастным категориям, юноши, девушки. Мы проводили их в разных городах области. Мы старались уходить от Одессы, от Южного. Почему? Потому что здесь и так достаточно проводится в этих городах соревнований. Баскетбол достаточно популярный. Мы шли, будем так говорить, в районы, чтобы там популяризировать таким образом баскетбол. Какая сейчас ситуация вообще в районах, в области? Насколько развит баскетбол в районных центрах? Какие поддерживают наибольшее участие? Какие, может быть, районы не принимают участие в турнирах и по каким причинам? Я хочу вам сказать, что вот из 16 спортивных школ, которые культивируют баскетбол, у нас в Перенстах области постоянно принимают участие спортивные школы, Килии, Килиярини, Измаил, Белгороднестровские, Татарбунары, Одесские школы, Южный, Балта. Другие школы, чтобы я никаких не забыл, вроде всех назвал. Другие школы не могут принимать участие в соревнованиях по причине отсутствия средств для выезда на соревнования. Мы иногда даже стараемся проводить Перенсты области в районных центрах, вокруг которых максимальное количество школ культивируют баскетбол, но и туда эти школы не выезжают по причине нехватки средств для выезда на соревнования. Каким образом сегодня в Одесской области можно привлечь действительно вот внимание молодежи, юношей, детей к тому, чтобы заниматься этим видом спорта? И, безусловно, у нас есть профессиональные клубы, химик, уже двукратный чемпион Украины по баскетболу, бипа, это тоже легенда, которая возрождается. Каким образом можно вот благодаря этим профессиональным клубам, Интерхим по женскому баскетболу, клуб с дешорами Бориса Литвака, который уже тоже стал чемпионом Украины впервые в этом сезоне? Как можно создать вот эту позитивную атмосферу и привлечь детей к занятию баскетболом? Дело в том, что мы постоянно работаем в районах области. Мы проводим фестивали детского баскетбола, на которые приезжают, съезжаются маленькие дети. Вот у нас ближайший фестиваль баскетбола мы планируем в Одессе 24 числа. Мы будем проводить для самых младших детей 2007 год и младших. Дети съедутся со всех регионов, все дети получат новогодние подарки. Ну, соответственно, они разъедутся по своим школам, будет у них заряд эмоций, они раздадут эти эмоции всем детям, которые рядом с ними в общеобразовательных школах, и таким образом будет идти приток детей в школы. Кроме этого, мы постоянно проводим тоже выездные фестивали баскетбола в районах области. Мы выбираем четыре лучших школьных команды того или иного района. Мы проводим между ними близ-турнир, определяем занятые места, раздаем форму, раздаем мячи. У нас команды ветеранов баскетбола во главе с Вадимом Пудзиреем постоянно выезжают в районные области. В этом году они посещали Измаил, играли с местными любителями баскетбола. Там был в зале «Портовик», играли в Измаиле, и там практически полностью зал будет заполнен детьми и любителями баскетбола, что в свою очередь привлекает детей к занятию нашим видом спорта. Какое на сегодняшний день вообще состояние инфраструктуры и возможности развития для баскетбола и в городе, и в области? Имеется в виду и состояние школьных спортивных залов, и состояние детских баскетбольных площадок для стритбола, для баскетбола на асфальте, когда 3 на 3 происходит все? Сейчас вообще в городе происходит, в Одессе происходит баскетбольный бум. В этом году президентом городской федерации баскетбола, председателем городской федерации баскетбола был избран Павел Владимирович Вугельман. Он активно занимался и раньше развитием баскетбола. Если вы знаете, то им была инициирована постройка площадки в Кировском скверике. Спортпарк Гилель. Да, спортпарк Гилель. Сейчас городом построены две площадки. Одна на трассе здоровья, одна в парке Победы. Восстановлен спортивный комплекс у СК Одесса. Да, который сейчас называется СК Одесса. Там играет команда БИПа. И сборная Украины, прожарского баскетбола тоже недавно проведена. Да, это все идет в одном русле, направленном на популяризацию нашего вида спорта в городе. Что касается районов области, то там, конечно, требуется строительство спортивных площадок для разведки. Потому что баскетбол – популярный вид спорта. Но когда мы выбираем те или иные районы по проведению соревнований, то не во всех районах есть залы, которые могут принимать даже детские соревнования. И что в такой ситуации стоит предпринимать? В такой ситуации мы планируем, вы понимаете, мы, как федерация баскетбола, мы на сегодняшний день за счет тех ресурсов, которые у нас были, мы проводим три традиционных турнира. Три традиционных турнира. Один в Измаиле, это «Волны Дуная». Мы его проводили уже четвертый раз. Мы проводим в Одессе, 20-й раз проводили турнир памяти Иосифа Яковлевича Кисельмана. Второй раз проводили турнир памяти Бориса Давыдовича Литвака. Эти турниры будут у нас продолжаться. Для того, чтобы мы расширили географию участия этих турниров, необходимо иметь спортивные площадки. Мы будем инициировать и ставить вопрос перед местными властями, перед облсоветами о выделении средств, о том, что необходимо все-таки строить спортивные площадки. Если мы не будем развивать баскетбол, не будем развивать другие виды спорта, не будем создавать спортивную инфраструктуру, мы будем лишать возможности наших детей заниматься спортом, вести подвижный, здоровый образ жизни. Алексей Анатольевич, вы являетесь директором с дюшор имени Бориса Литвака и достойно, я считаю, выполняете свою деятельность. И очень интересно узнать, насколько в городе сейчас происходит отбор самых талантливых детей для того, чтобы попасть в эту школу. Насколько проходит чемпионат города между среднеобразовательными школами, чтобы была возможность у тренеров просматривать потенциальных игроков. Дело в том, что на сегодняшний день, у меня, если касается школы, то школа развивает, школа является, во-первых, коммунальным учебным заведением. Мы подчиняемся городу. Город нам оказывает помощь в проведении ремонтных работ. Мы работаем также со спортивными организациями. Мы пытаемся создать баскетбольную пирамиду, которая позволяет вести постоянный отбор детей на разном уровне. У нас заключен договор с баскетбольным клубом «Химик», где клуб оказывает нам финансовую помощь, дети выезжают на соревнования. Мы работаем с «Интерхимом». В «Интерхим» играют 99% спортсменов-баскетболистов «Интерхима». И не только играющие побеждают в чемпионате Украины. Это воспитанница нашей школы. Тренер Ирина Викторовна Щепакина – это воспитанница нашей школы. Екатерина Ивановна Глухова – воспитанница нашей школы. Это тренерский состав. Там практически полностью у нас на женском отделении создана такая спортивная, добрая спортивная пирамида. Что касается отбора детей, то в принципе у нас все группы заполнены. У нас в школе на сегодняшний день и на волейболе, и на баскетболе, если брать в общем школу, занимаются свыше 950 детей. Я сейчас точную цифру не помню, там 950 с чем-то. И у нас уже в принципе тренировки проходят. Начинаются в 3 часа дня после занятий и заканчиваются вечером поздно в начале, в половину 10-го, без 15-ти 10. А утром тренируются еще и спортивные классы, с 8 до 11 у нас идут тренировки спортивных классов. На самом деле проделывается сумасшедшая работа. Очень интересно узнать, насколько кажется, что сегодня баскетбол пережил какой-то определенный момент такого кризиса, упадка. И сейчас происходит момент восстановления. Как вы считаете, какие основные проблемы сегодня мешают развитию баскетбола? И что именно необходимо делать нам все вместе сообща, для того, чтобы этот вид спорта снова возвращался? Чтобы болельщик с удовольствием приходил на эти матчи, заполнялись трибуны спорткомплексов? Ну, трибуны спорткомплекса, они на сегодняшний день заполняются, как мне кажется. Баскетбол пользуется популярностью. Мы проводим школьные соревнования. Играет юниорская школьная баскетбольная лига. Играют юноши по двум возрастам. Это 2000-2001 год рождения, 2002-2003 год рождения. По первому возрасту играет 12 команд. По младшим играет 8 команд. В Одесской баскетбольной лиге проводится первенство. По самым маленьким детям играет тоже 8 команд. Поэтому движение есть. Проводится спартакеада. Вот сейчас завершается спартакеада школьников в районах области, в районах города. А вот студенческая лига. Определяются лучшие команды, которые в феврале, в марте месяце разыграют победителя в спартакеаде школьников города. Мы популяризируем на сегодняшний день с приходом нового руководства Федерации баскетбола Украины. Михаила Бродского, президенту Федерации. Он инициировал создание студенческой лиги Украины. Она состоит из трех этапов. Первый этап – это игры лиги по областям. Второй этап – это региональные. Мы относимся к южному региону, играем. И третий этап – это финал четырех. В прошлом году у нас в области было заявлено в этой лиге 11 мужских команд, 7 женских. В этом году уже больше команд 15 мужских, 11 женских команд. И в прошлом году наша команда Одесского национального морского университета стала чемпионом студенческой баскетбольной лиги Украины. Насколько вообще среди студентов баскетбол сегодня популяризируется? Создается такая лига студенческая, может быть, даже всеукраинская. Она и есть, и украинская лига. И одесситы тоже на первых ролях. Одесситы. Вот тогда Одесский национальный морской университет, женская команда заняла первое место. Какие у вас на ближайший год планы и к чему вы стремитесь? Ну, мы стремимся на сегодняшний день. Мы хотим, первое, сохранить то, что было достигнуто нами за предыдущие годы. Я уже перечислил и турниры, и популяризация, и движение в регионы. Второе, что мы хотим, это надо область шивать соревнованиями. Не просто проводить первенство области, а проводить, организовывать школьные лиги, организовывать областные лиги. На сегодняшний день мы организовали Одесскую областную лигу среди аматорских коллективов районов, районных центров. Принимают участие 8 команд. К сожалению, всего 4 команды с региона, 4 команды с Одессы. Но это уже есть какое-то определенное движение. Будем надеяться, что в перспективе она будет расширяться, увеличиваться. Опять-таки, было несколько команд, которые хотели заявиться, но потом посчитали свои финансовые возможности и отказались. Основное, это две проблемы, которые нам надо преодолевать для дальнейшего развития массового баскетбола. Это финансирование участия детских и аматорских команд в чемпионатах области. Потому что тренироваться и не играть детям это неинтересно, так же, как и неинтересно любителям баскетбола. Надо участвовать в соревнованиях. Верим, верим, на самом деле, что матч будет намного больше с участием и юношеских, и профессиональных команд Одессы на высоком уровне. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Спасибо вам большое за то, что вы постоянно проводите спортивные, интересные спортивные передачи. Один из немногих каналов наших, которые это делают. Спасибо. У нас сегодня в гостях президент Одесской областной федерации баскетбола Алексей Диберт. Спасибо большое. Меня зовут Дмитрий Богомол, а вы смотрели программу «Студия Репортер». Оставайтесь с нами и живите спортом.